В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. На улице Карла Маркса при решении суда снесли ларек с фруктами и овощами. Причиной демонтажа стал конфликт между владельцем торговой точки и жильцами многоквартирного дома. Как выяснилось, киоск находился на придомовой территории, которую жильцы планировали озеленить, а также установить на ней детскую площадку. Все подробности в рубрике «Место происшествия» материал имеет возрастное ограничение 12+. По словам жильцов, уже второй год они пытаются убрать этот ларек. Они утверждают, что владелицы-продавцы торговой точки устроили на их цветочных клумбах настоящий туалет. В итоге суд постановил демонтировать этот киоск, однако, увидев судебных приставов, владелец стал его разбирать сам. Они исполнили, теперь исполняют стадик и пытаются, и не знаю. Я, 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 ясно, 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 ясно. Давайте тогда пускай. Кабелька троллась. На демонтаж киоска ушел целый день. Решение суда было исполнено, а торговую точку пустили под трактор. На улице Луганской на ходу вспыхнула газель. Фургон сначала задымился, а потом из-под капота вырвался огонь. К моменту приезда пожарных автомобиль был полностью охвачен огнем. На время ликвидации горения полиция перекрыла движение на улице Луганской. Известно, что водитель не пострадал. Причиной пожара стало короткое замыкание проводов в моторном отсеке. Таксист-боксер и его клиент-вампир. Именно такие образы подходят героям следующего сюжета. Дело в том, что на улице Попова водитель такси не довез пассажира до дома. А пассажир отказался платить за поездку больше 80 рублей. Компромисс найти не удалось. Водитель исполнил боксерскую двойку по голове клиента, а тот решил укусить таксиста. Судя по травмам, первый дрался не хуже Мохаммеда Али, а укусу второго позавидовал бы сам граф Дракула. Обоих героев увезли в отдел полиции. Одному придется отвечать за укус, второму за боксерские приемы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА